Даты, цифры, суммы. Мы поименно называем тех, кто действует в обход украинского законодательства и показываем, по каким схемам работают городские структуры. Здравствуйте, в эфире Антимистификатор. Лунный сквер, санаторий Чувырина, школа Астр. И это малая часть территорий, на которых вырубают деревья. Почему власти позволяют уничтожать зеленые насаждения, а общественники бьют тревогу? Смотрим далее. 28 апреля. На пляже Отрада собралось десяток общественников. Они пытаются остановить незаконную стройку. Там срубили деревья, вырыли котлован и начали заливать фундамент. Сначала они так бульдозером, экскаватором обрезали волейбольную площадку, что возникла опасность подвижки, что она вообще уплывет в сторону моря. На сегодняшний день фундаментные работы, которые вот за моей спиной мы видим, то есть говорит и о том, что идет капитальное сооружение, как у меня за спиной, так и напротив. То есть идет обыкновенный заклад городских территорий. 40 стволов пошли под спил. Массовая вырубка деревьев в Одессе – ситуация не новая. В последнее время говорить о спиле деревьев так часто и много начали неспроста. За последние полгода от зеленых насаждений успели избавиться на территории бывшего санатория Чувырина и школы Астр. А зимой большой скандал был с вырубкой деревьев в лунном сквере. Не стыдятся убирать даже здоровые зеленые насаждения. Фактически это захват территорий, городских общественных территорий и в общем-то воровство этих территорий у громады. Там, где еще недавно росли зеленые деревья, скоро появятся стройки. На территории школы Астр компания «Гефест» уже поставила будку с отделом продаж. По почетам общественников и экологов в городе и так количество деревьев значительно меньше, чем должно было бы быть. В Одессе средние показатели общественных и зелененных территорий должны быть не меньше 12 квадратных метров на одного человека. А в настоящее время в Одессе порядка 6 квадратных метров. Каждому ребенку с детства говорят, что деревья – это легкие наши планеты. Их сокращение приводит к экологическим проблемам. Это экологическая проблема, потому что, как я уже говорил, здесь зеленые насаждения специально завозились отцами-основателями. Несмотря на то, что Одесса не является промышленным городом, здесь одни из самых высоких показателей детской онкологии и именно онкологии дыхательных путей, органов дыхания. Одесса и область в лидерах по количеству онкологических заболеваний. По неофициальной статистике, за 2016 год в Одессе обнаружили 2815 новых случаев. То есть заболевает один из 350 одесситов. На диспансерном учете в городе состоят более 35 тысяч онкобольных. Это значит, что каждый 30-й имеет проблемы с онкологией. Из-за недостатка деревьев человек попадает в агрессивную окружающую среду, получает солнечные излучения в избытке. Но с детства учат, что нужно беречь себя от солнца, потому что именно оно зачастую становится причиной онкологии. Но мэр, похоже, эти уроки прогулял, либо здоровье одесситов не в приоритете. Субтитры предоставлены. У вас вымогают взятки, вам не дают честно жить и работать. Звоните в нашу редакцию и расскажите свою историю.